добрый день дорогие наши подписчики наши друзья и товарищи ну что сегодня 26 февраля 2013 года я еду на работу и вот решил записать сегодня такой ролик во вчерашнем нашем таком репортаже про то как себе поднять настроение больше всего лайков набрал вопрос сейчас даже записал я себе быстрого вовы больше всего лайков собрал этот как бы вопрос но я их как бы еще объединил вместе с вопросом других подписчиков по поводу того какой мой какой я могу дать жизненный совет тем молодым ребятам и девчонкам которые заканчивают вы сейчас вот вузы институты какие-то учебные заведения как себя в этой жизни вести и что делать и все остальное вы знаете я не царь и не бог ну я скажу свою позицию да как я себе это все вижу вот мое глубокое убеждение то что в россии можно заработать деньги поверьте мне я тоже рассматривал вопрос после того как я закончил вуз там и ну как бы ставится становился сам в этой жизни для меня тоже ставил вопрос куда уехать чем заняться куда пойти кому отдаться да так сказать я скажу так у меня было предложение поехать в лондон открывать ресторан вот моя супруга виктория сидит рядом снимает наш оператор сегодня вот не даст соврать принять всем всем привет да и не даст соврать что я отказался от этого хотя по тем временам небольшие деньги там как бы предлагали все остальное но я всегда прекрасно понимал что я там реально буду чужой вот то есть моя родина здесь я не агитирую сейчас за то что соответственно как бы не надо эмигрировать и все остальное кто чувствует себе силы кто чувствует себе уверенность да не вопрос ребята сейчас граница открыта сейчас все никаких короче проблем нету а жизненные советы мои такие во-первых я уже говорил своих прежних роликов будьте общительные вот я вам скажу так вот на своем примере да вот мне например спорт в моей жизни сделал процентов восемьдесят меня самого реально объясню как и сейчас дело и сейчас делает и продолжает делать и сейчас вернее я уже стараюсь отдавать как бы то что я уже как бы впитал сейчас поясню что я имею ввиду я всегда занимался спортом всегда ходил спортзал всегда был в центре внимания то есть вот даже сейчас я хожу спортзал у меня есть некий круг общения с которым я общаюсь есть люди которым я интересен есть люди которым я нужен есть люди которые мне интересны и которые мне нужны то есть у нас существует некий такой как бы круг внегласный до общения поэтому вот первый мой совет для общения то есть набирайте как бы но я не скажу что друзей с друзьями это отдельная тема ребят поверьте мне просто набирайте круг общения общайтесь как вы считаете с нужными людьми вот общайтесь с ними просто ни о чем и вот вы знаете даже по своему каналу я скажу так вот многие люди мне пишут и что-то у меня просят там кому-то купить браслет кому-то там что-то чего-то всем все нужно абсолютно неправильно и эгоистическая позиция один человек вот у меня уже там почти две с половиной тысячи подписчиков один человек мне написал сергей вы можете на меня рассчитывать если вам нужна моя помощь один из двух с половиной тысяч подписчиков понимаете вот это дорогого стоит вот это та единственная изюминка который меня реально вот ну как бы прям у меня аж мурашки бегут а всем остальным что-то нужно что-то как-то все остальное поверьте мне я не ну как бы не не о том говорю то что вы всегда в своей жизни не только потребляйте вы будьте готовы отдать что-то хотя бы предложить может человеку не нужна там ваша помощь поэтому мой первый совет это общение вот дальше идем вот смотрите отдавать и не думать о том что да не надо просить за это замен там спасибо и все остальное просто это делаете люди когда это понимают вот поверьте мне бог есть на свете он отдаст их 10 раз больше это же мы уже говорили тоже в прежних роликах это закон бумеранга делаешь плохо говно возвращается делаешь хорошо добро возвращается к сожалению это законы жизни вот смотрите 2 еще такой немаловажный немаловажный как сказать то ну не совет а факт доказанный мной в моей жизни это то что рядом с вами должен быть единомышленник если у вас есть семья и вы планируете раз вы заканчиваете институт наверняка у вас есть какие-то уже там отношения я имею ввиду там семейные там вот такие вот ну как бы дружеские там все остальное главное чтобы рядом с вами был единомышленник друг и партнер и товарищ во всем то есть чтобы он вас поддерживал реально во всех ваших победах невзгодах я не знаю короче во всем по жизни если у вас такой человек будет я вам искренне этого желаю вот поверьте вы мне вы достигнете очень многого даже если вы будете эмигрировать за границу с человек вас в этом поддержит поверьте мне это единственный человек который будет с вами рядом в трудную минуту вот это вот второй как бы я считаю дарик вот скажем я правильно говорю да вот и ну давайте я и грузить не буду сейчас еще один одну такую вещь скажу вова быстров и и же с ними да я вас прекрасно понимаю конечно когда человек молодой и в принципе в себе чувствует силу и какую-то перспективу для какой-то дальнейшей жизни но не понимает с чего начать начните с малого а мало это что сейчас поясню начните с малого ну сейчас объясню вот смотрите раз вы выучились например там ну к примеру на программиста попробуйте себя в этом попробуйте вот докажите самому себе то что вы не зря учились и вы не зря вкладывали деньги и свои силы в это образование потому что многие делают самую первую и основную ошибку своей жизни они получают образование и потом не работают по своему образованию не нравится зачем тогда учиться понимаешь люди тратят 5-7 лет своей жизни для того чтобы просто получить диплом то лучше быть он как говно 0 07 грузчиком и все так он делает это с любовью и как он на работу я еще раз говорю тогда не нужно получать вот это образование дорогостоящие там тратить родительские деньги понимаешь которые тебя потом же тоже ненавидеть будут за то что ты не работаешь по этой специальности вот я еще раз говорю смотрите докажите самого себе что вы классный специалист своей области там неважно программе если вы экономистом не знаю что еще поработать да поработайте поработайте вот у меня супруга да она поступала сколько ты поступала в институт на пятый раз на пятый раз без всякого блата без всяких денег пришла из другого города приехала живя в общежитии все остальное просто ну как бы да так она сейчас и специалист извиняюсь там и пошла санитарка работа не чтобы общаться говно выгребала потому что азита была некоммуникабельная стеснял а ребята вот смотрите три вещи общение я уже вам сказал да партнер по жизни и третья вещь это докажите самому себе что вы что-то в этой жизни значите да вот я просто эмоционально сейчас говорю потому что ну надо перебарывать себя меня вот ну как бы зацепил бороться с комплексами вот докажи самому себе то что ты не зря учился докажи что ты лучше своей области и тогда ты многого добьешься искать искать все я в принципе все сказал всем добра удачи хорошего дня и позитива чао пока пока любите друг друга точно